По мнению Валерия Баринова, зритель это партнер, с которым нужно поддерживать диалог языком сцены. За свою карьеру переиграл несколько десятков ролей в театре и больше сотни в кино. Самые любимые зрители для него всегда были дети, особенно подростки 14-15 лет. Я очень любил играть для них, потому что стоило на секунду их поймать, на секунду, вот что-то, раз они и замолчали. Хотя бы тем, что артист замолчал и стоит, и что это он замолчал-то, вот, они становятся не просто твоими партнерами, а такая глина, из которой можно лепить все. Московский тюз никогда не был в Перми, это его первая гастроль на территории Пермского края. По мнению актеров театра, взрослые на спектакле должны становиться детьми, а дети правильно взрослеть. Несмотря на то, что сегодня дети увлечены интернетом, мобильной техникой, театр всегда будет актуален. Художественный руководитель Пермского тюза Михаил Скомарохов заявляет о том, что билеты распроданы на следующий год. Театр перевыполнил норму еще в начале ноября. Вместо 320 спектаклей в тюзе было сыграно 380. И все это потому, что театр востребован молодежью. Живой театр, он интересен все равно большинству. Вчера на вечернем спектакле для старших подростков, но все равно два подростка нашлись, кому это неинтересно. Они все равно вышли. Но это 2 из 400. Какой же это процент? Это 0-0. Поэтому это не страшно. На 10-миллионную Москву приходится 3 профессиональных детских драматических театра. И залы там всегда полны. В Перми театр юного зрителя один. Однако по соотношению населения получается примерно то же самое. И все же, как утверждают сами артисты, главное – это интерес самих детей к театру. Чтобы он всегда был для них непознанной планетой, помогал правильно взрослеть и узнавать что-то новое.